Дни Минской области сегодня торжественно открылись на ВДНХ в Москве. Такой рекордный товарооборот достигнут с Россией. И из чего состоит союзный БелАЗ? Потенциал центрального региона Беларуси изучила Дарья Белоусова-Петровская. Центральным экспонатом Минской области в белорусском павильоне на ВДНХ стал Курган Славы. Этот символ победы советского народа над фашизмом первое, что видят гости нашей страны, которые едут из национального аэропорта в столицу. Но белорусы гордятся не только своим прошлым, но и настоящим. Гордость белорусского машиностроения знаменитые БелАЗы. Эти мощные самосвалы знают во всем мире. Но основным рынком поставок остается Россия. Сегодня на угольных карьерах Кузбасса работают более 500 подобных машин грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Недавно прошел испытание и союзный БелАЗ. Он на 90% состоит из отечественных комплектующих, а под его капотом работает российский мотор. Если переводить в цифры, то прошлый год стал рекордным по объему поставок белорусских самосвалов в Россию. Было продано 875 БелАЗов, а это почти 900 миллионов долларов. Кроме того, вместе с российскими партнерами создаем инновационную карьерную технику для рынка Евразийского экономического союза. Это беспилотная техника, это техника в электрическом исполнении, это газовые карьерные самосвалы, которые проходят испытания. Я думаю, что в этом и следующем году, пусть на первом этапе осторожно назовем, но до 5-15% в своем портфеле будут занимать. И это уже серьезная на самом деле диверсификация. Это мировой тренд и мировой уровень. Кстати, основная площадка для разработки инновационных проектов тоже находится в Минской области. Это китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Уникальная высокотехнологичная бизнес-платформа, которая объединила более 130 резидентов из 14 стран мира. Компании занимаются высокотехнологичными проектами. От производства эко-двигателей класса Евро 5 и 6 до разработок лазерных систем для медицины. Также с китайскими партнерами создаем совместный автомобиль БелДжи. Кстати, очень популярный на российском рынке. Сегодня в стоимостном выражении объемы производства БелДжи больше, чем в БелАЗе. Без какого-то лукавства китайские автомобили, они по качеству, я вам хочу сказать, это не то, что было 10 лет назад. Да уже, наверное, китайские автомобили китайскими назвать сложно, потому что сегодня та же компания Джили, она выходит в состав акционеров многих известных автомобильных компаний по всему миру. Поэтому я уверен, что у компании отличное будущее, в том числе с продажами на российском рынке. Минская область тесно сотрудничает с 37 российскими регионами. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на 10% и составил около 9 миллиардов долларов. Один из новых проектов реализуем с Омской областью. Мы планируем создать совместный химический кластер. В Омской области реализуется большой проект ЭП-600. Мы договорились совместно посмотреть, какие объемы сырья, комплектующих материалов иностранного производства используются в этих цепочках. И договорились обменяться этой информацией, для того, чтобы предложить и российским, и белорусским компаниям импортозаместить сырье, материалы в этих цепочках, для того, чтобы повысить конкурентоспособность данной продукции и снизить риски. Минская область интересна своими историческими местами. Это прекрасный несвежский замок, внесенный во всемирное наследие ЮНЕСКО. Это комплекс Дудудки, который знакомит гостей с национальной культурой белорусов. И, конечно, сакральное место для нашей страны – мемориальный комплекс Хатынь. Попадая туда, ты понимаешь, насколько важно сохранять историю Великой Отечественной войны и не допустить, чтобы подобное повторилось. Дарья Белосов-Петровская, Александр Любителев, агентстватели новостей, Москва.